Зачем озолотили храмы? Зачем все эти траты? Звучит приятная на слух клише. Бог должен быть не в храмах, он должен быть в душе. Я верю, но в душе. Он где-то там, внутри меня. Он наполняет путь во мне, как солнце он для дня. И в храм я не ногой, там все жадны до денег. Им только волю дай, такой нынче священник. У патриарха есть часы. Я видел в интернете, да что же это такое? Ведь где-то голодают дети. Буду писать посты, во мне ведь все кипит. Давление упало, и поплохел мой аппетит. На мерседесах все они, живут на бабушкиных пенсиях. Ах, как не стыдно, вот так вот жить блаженствуя. Пора на митинг, пойду, свое я право отстаю. С такими же свободными, пойдем в одном строю. Итак, все вы слышали тут то, о чем сказал наш устатый друг. Довольно проста и понятна его позиция. Попробую сказать, и назовусь, пожалуй, оппозиция. Все мы слышали, что Бог есть любовь. Разберем фразу избитую. Любовь долго терпит, милосердствует, не завидует. Не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Такая в нас любовь. Да мы же должны излучать лучи добра. Еще немного из Писания. Не торопись пролистывать. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит. В ком есть все это? Где этот современный богоносец? Откуда взяться Богу в нас дезависть, злоба, склоки? Где говорят, что мат, это же исконно русские истоки. Дыхаем дым, вливаем алкоголь. И так мы сердце веселим. В ком Бог, тому не нужно дешевое веселье, тот счастлив с ним. Верить в Бога в душе довольно легко и просто. Так нужно развивать это умение и во всем добиваться такого роста. В еде, во сне, в науках и прочем. Давайте все делать там, умеем, могем, практикуем. На зло всем нашим врагам. А теперь отбросим шутки. И псевдо-веру отбросим. Верит тот, кто видит, что слаб. И веру еле он носит. То, пытаясь стать лучше, постоянно впадает в грехи. Вера это труд с потомой кровью, а не... Я верю в душе. Хи-хи. Смех поглощает, страсти крепчают, внутри глубоко. Мы погибаем, но не видим, крутясь в суете века сего. Нам нужен максимальный комфорт. И мы здесь создадим себе райские кущи. Но если посмотреть со стороны, мы создаем себе только буллщит. Эпилог. Вера в душе не есть вера. Это отсутствие веры. Тот, кто это поймет, захочет скорее принять меры. Для остальных это просто удобная фраза, которая четко вставляется в их жизненный пазл. Чем стояла Русь и стоит тысячу лет православием. А сейчас говорят... Не нужно лечь к нам, как жить, сами знаем мы. Не нужно Бога и храмов. А что же нужно? Хлеба и зрелищ нам надо. Далеко нам до рая на земле, но очень близко до ада. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!